В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня. Четверо детей погибли в результате пожара в Одесской области. Трагедия произошла сегодня утром в селе Черное Огнянского района. Возгорание в частном доме заметили соседи и вызвали службу спасения. На жаль, на месте пожара погибли 4 детей. Это 4 девочки 2017 и 2018 года. Матери погибших девочек на момент событий находились на подверье в состоянии алкогольного спинения. Причина пожара и смерти остановляется. 27-летнего одессита застрелили на глазах у матери. Как сообщают наши источники в полиции, трое неизвестных молодых людей ворвались в квартиру в переулке Маяковского 8. В помещении распылили газовый баллончик и затем устроили стрельбу. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия. Два месяца без права на залог. Такую меру пресечения избрал суд подозреваемому в тройном убийстве на Княжеской. Напомню, 78-летний мужчина зарезал своих соседей, 60-летнюю пенсионерку и ее 46-летнюю дочь. После этого набросился на зятя погибшей. Мужчине удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор, чтобы позвать на помощь. Позже пострадавший скончался. Свою вину нападающий не отрицает и признается, что замысел кровавого преступления вынашивал целый год. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. До суда он еще должен пройти психиатрическую экспертизу. В последний путь сегодня провели легендарную актрису Евгению Демскую. Почетная гражданка Одессы, обладательница ордена княгини Ольги, сыграла более 200 ролей. Она посвятила театру и кино около 80 лет жизни. Более 60 отдала одесской мускомедии. Именно сюда пришли попрощаться с примадонной коллеги, родственники, знакомые и все, кто посещал ее спектакли. Мы отдающаяся артистка, гениальная женщина. Но я думаю, что она еще и легенда. А вот с легендой мы сегодня не прощаемся. Нельзя попрощаться с легендой, потому что она передается из поколения в поколение. Публика ее любила. Ну, наверное, считаны были актеры в театре. Один выход, которых на сцену вызывал шквал аплодисментов до того, как они успели произнести первое слово или исполнить первые такты своей арии. Она была в числе таких людей. Евгения Демская умерла на 99-м году жизни 29 июня 2019-го в Одессе. Похоронили приму на втором христианском кладбище. Ежегодные масштабные военные учения Сибри стартовали сегодня в Доме приемов. Открывали проект непосредственные руководители. Американец Мэтью Лемон, украинские военачальники, контр-адмирал Алексей Нишпапа и командующий ВМС Игорь Воронченко. С ними топ-чиновники города и области говорили о безопасности в Черноморском бассейне и специфике учений. Интересные подробности знает Александр Тарасенко. Ему слово. Учения все-таки будут, несмотря на провокационные действия России в бассейне Черного моря. 29 марта соседи сопровождали натовские фрегаты в акватории. 7 апреля экипаж российского фрегата адмирал Григорович отрабатывал артиллерийские стрельбы. И это не говоря уже о нападении сотрудников ФСБ на наши катера и буксир Яны Капу в ноябре прошлого года. Давай, б***ь! Давай, б***ь! Это все, б***ь! Левна, вы держите! Ворто! Американский капитан в учениях участвует в последний раз. Дальше уверяет, его сменят зам. Соответственно, проведению Сибрис-2020 ничто не угрожает. Уже на этой неделе начнут планировать операцию. А завтра корабли выйдут в море отрабатывать слаженность действий. Основная цель учений в этом году, так же, как и в прошлых, в том, что 19 стран принимают участие, и вместе мы поддерживаем Украину. Глава ВМС Украины заявляет, наши военнослужащие тщательно готовились к мероприятию. Сейчас же переходят в активную фазу учений в воздухе, на суше и воде. Сибрис-2019 дни проведения гарантирует безопасность в Черноморском бассейне. Это наша общая ответственность этим архитекторам, идеологам гибридного втручания в Украину и вообще в Черноморский регион. Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях. За две недели привлекут 30 кораблей, 30 вертолетов и самолетов, а также около 3000 военнослужащих из 19 стран-участниц. Александр Тарасенко и Евгений Очвенцев, 7 канал. Экскурсия на уникальный одесский бетонный завод «Камбио». Откровенное интервью его владельца, кандидата в народные депутаты от партии «Слуга народа». Встреча с командой, с руководством и сотрудниками контейнерного терминала ТИС. А еще разговоры о важном с молодыми бизнесменами в неформальной обстановке санатория «Аркадия». Как проходил всеукраинский тур спикеров «Слуги народа» в Одессе, смотрите дальше в сюжете Надежды Бондаренко. Первый пункт в всеукраинском туре спикеров «Слуги народа» в Одессе – бетонный завод «Камбио». Он входит в состав промышленно-строительной группы с более чем 25 предприятиями по всей Украине «Камбио Инвест». Холдинг «Семейный бизнес» кандидата в нардепы от партии «Слуга народа» по 139 округу Игоря Васильковского. Строили мы этот комбинат с 1998 года. Начинал еще мой отец его строить. Сейчас уже последние пять лет руковожу ним я. Так случилось в нашей семейной истории, что нравится нам производство. И вот все силы бросаем только в это. Потому что экономику страны без производства понять невозможно. На базе комбината организовали процесс по разработке и производству современных стройматериалов для малоэтажного и коттеджного домостроения. А еще тут есть в первой в стране музей бетона и филиал кафедры Одесской госакадемии строительства и архитектуры. Для студентов это возможность получить дополнительные знания и пройти оплачиваемую практику. Позитивно о работе на предприятии отзываются и его сотрудники. Говорят, условия здесь действительно хорошие. Зарплаты достойные и полный соцпакет. Руководителя считают строгим, но справедливым. Достойным кандидатом в народные депутаты. Вин перспективный молодой человек. Я много с ним спілкувалася. По работе мне кажется, что он много сможет. Если он смог этот завод с колен поднять, установить. Вы же видите, какие у нас великие. Пару лет назад тут вообще ничего не было. Тут был пустырник, было заброшено все. Позитивное впечатление одесское производство и его владелец произвели и на спикеров «Слуги народа». В следующий пункт всеукраинского тура спикеров «Зе команды» компания «ТИС». Зерновой терминал и порт являются хорошим примером того, как совокупность банковской поддержки иностранных инвестиций, в частности финансовых вливаний гражданина России Алексея Федоровичева, привели к созданию крупнейшей инфраструктурной компании, собственной обслуживающей инфраструктурой терминалов и железнодорожной станцией. Подробнее об экскурсии в ТИС, представителей партии «Слуга народа» и результатах встречи с молодыми бизнесменами в санатории «Аркадия» смотрите уже завтра в двухчасовом выпуске новостей. Надежда Бондаренко, Анастасия Кречко, Седьмой канал. 140 детей уже 7 августа должны заехать на оздоровление в лагерь «Виктория». Во втором и третьем корпусе проводят текущий ремонт внутренних помещений, проверяют водо-теплоэлектроснабжение, приводят в порядок крышу. В Горсовете уверяют, в лагере выполнили предписание ГСЧС и обустроили противопожарную систему. В частности, демонтировали горючие панели, установили сигнализацию, пожарные гидранты и тому подобное. Всего на работы потратят 4 миллиона 990 тысяч гривен. «Это пожарный гидрант, который круглосуточно, круглогодично будет работать, который обеспечит поступление воды, необходимое для тушения. Кроме этого, будет еще дополнительно поставлена с правой стороны 60-кубовая емкость с пожарными присоединениями, требованиями. Это все согласовано с работниками МЧС». Ухаживать за детьми, которые заедут в лагерь, в начале августа должны 15 воспитателей. Однако пока штат укомплектован не полностью. «Это будут победители спортивных соревнований, это будут дети из многодетных семей, и пятый интернат, там небольшое количество детей будет. Это вот то, что сейчас планируется. То есть параллельно с этим идут другие подготовки, потом будем быстренько приводить все помещения в порядок, будет организовано сбалансированное питание для детей. Вот, сейчас разрабатываем программу поздравлению». Встреча рассвета на каяках, рекордный заплыв и флешмоб. На пляже Лонжерон установили национальный рекорд – самый массовый заплыв на каяках и сапбордах. В море одновременно вышли 124 спортсмена. Подробнее о фестивале каякинга и зрелищности соревнований расскажет наш корреспондент Мария Горбунова. Ей слово. Алексей приехал из Киева, чтобы не пропустить это событие. Вернее спортсмен профессионально тренируется уже второй год и готовится к чемпионату мира по сапборду. Черное море встретилось сильным ветром, но это не повлияло на результат. Алексей – победитель фестиваля. «Я больше переживал за деток, которые сзади ехали. Очень было для них тяжело. И все-таки ветер играет очень большую роль. Выносливость, сила, скорость очень нужна. Вообще нужно желание этим заниматься. Это самое главное. Желание придет тогда, когда оно будет приносить удовольствие». Лучшим в детской категории стал Артем. Парень признается, трудно было идти против ветра, но все усилия стоили того. «Очень не удаются развороты на боях. Но когда ты ходишь до берега и обгоняешь своего соперника, то понимаешь, что ты первый. Это очень радостное ощущение». Слава пришел вторым, но он не расстраивается. Говорит, с Артемом уже несколько лет соперники. Это поражение мотивирует продолжать тренировки в дальнейшем. «Мы с ним боролись очень много лет. И он сегодня меня все-таки перегнал, к сожалению». Девочки не уступают ловкостью ребятам. Алину переполняют эмоции, ведь она первая пришла к берегу. «Я сегодня приехала вместе со своей командой, с Измаила, чтобы принять в Одессе участие. И я заняла первое место». Фестиваль каякинга проходит в Одессе уже в третий раз. С каждым годом события становятся все масштабнее и ярче. Этим летом участвовали как дети, так и взрослые. Но условия для двух категорий разнились. «В данном виде спорта в САПе есть два заплыва. Это взрослый и детский. Дети делают два километра. Это один круг по дистанции специально сделали. И взрослые. Взрослые делают два круга, это четыре километра». Принять участие мог каждый желающий, поэтому многие приобщились экспромтом. Именно так Ирина заняла первое место в заплыве на каяках. «Вот на каяках второй раз в жизни попробовала. Вообще я на байдарках катаюсь. На воде, здесь на большой воде волны сильные и ветер. И поэтому очень тяжело справляться с ней. По воде проще по течению, по реке». Попробовать свои силы в заплыве на каяках Ивану предложил тренер по САП-борду. Неожиданно для всех парень пришел первым. Говорит, победить помогло особое отношение к жизни. «Здоровье, видержка, физическая силы приводит со временем. Есть такое чувство, как самоподавление. Бывает, когда ты проигрываешь, ты самодавишься и не выходишь на старт. У меня такого нет. Я выигрываю». Участники фестиваля могли присоединиться к гонкам на 7,5 километров для профессионалов. Также участвовали в эстафете, бесплатных мастер-классах, фотоконкурсах и даже флэш-мобе. Мария Горбунова, Денис Ларко, Седьмой канал. Вступительная кампания «Высшее учебное заведение» стартовала в Украине. Она существенно не отличается от прошлогодней, но имеет множество новаций, заявляют в Минобразовании. Например, теперь принимают сертификаты в ИНО 2017, 2018 и 2019 годов. Исключением станут результаты оценивания по иностранным языкам за 2017. Вступительная кампания продлится весь июль. 10 липня – старт приема заяв и документов. И с 1 до 10 липня продолжится проведение творческих конкурсов. 16 липня о 18.00 официально завершается подание заяв для людей, которые вступают на основе співбесідей о творческих конкурсах или вступных испытах. И только 22 липня о 18.00 окончается подание заяв для тех, кто вступает только за сертификатами внешнего независимого оценивания. В этом году впервые реализуют норму закона о высшем образовании, который дает возможность первоочередного поступления. Речь идет о людях, которые подписали договоры об отработке трех лет в селах или ПГТ. Всю информацию о вступительной кампании этого года уже разместили на сайте Минобазования. Есть ли у вас вопросы? Звоните на бесплатную горячую линию МОН 0800 504 425. И в продолжение темы образования. Теперь студентам-бакалаврам волноваться нечего. Им поможет внедренная правительством программа «Социальные лифты». Как обещают в Министерстве юстиции, она позволит без опыта работы трудоустраиваться по специальности. Оплату обещают достойную – от 15 тысяч гривен за некоторые из должностей. Работодатели, в свою очередь, получат новые идеи и свежие неполитизированные кадры. Ця программа і цей проект «Социальный лифт» – це пропозиція дійсного уряду, яка полягає в тому, щоб розширити можливості прийняття на роботу фахівців нової вже генерації, і що пропонує відбирати також, наприклад, фахівців в юридичній сфері вже з дипломом бакалавра, які можуть вже піти на роботу, вже маючи диплом бакалавра. Все, що потрібно – це необхідний уровень знань, пройти конкурс і собеседування. Хоча спрос і большой, але шанс є у кожного, говорить замминістр. Ведущий мяч у «Дредбул» групу «Фіолет», «Мадам Тюсо» і многие другие исполнители выступили на сцене «Зеленого театра» в рамках третьего фестиваля украинского року в Одессі. Посетить концерт можно было совершенно бесплатно, более подробно расскажет Марія Горбунова. Возможность посетить Одессу – огромное удовольствие, признается солист групи «Фіолет» Сергей Мартынюк і добавляет «Зеленый театр», площадка, которая заряжає на драйвове выступление. С величезним задоволенням кожного разу і в Одесу повертаюся, особливо влітку, і на це малесеньке свято української музики в Одесі. Мені особливо ввечері тут подобається з ілюмінацією, дуже тут романтично, відчувається подих моря легенько, далеко салонуватий повітря. Ну, величезний респект, що в місті є кинецьким цим така локація. Це захід найзвячний Дню молоді, Дню Конституції. І вже другий рік ми проводимо субботу, після Дня Конституції. Це територія без алкоголю і без тюдюно. І звісно, що тут можуть бути будь-які вікові категорії. Ізюмінка музикального события – лучший фестивальний ведущий України – мяч «Дредбол». Он проводит фест уже во второй раз. Признається, Одеса – один із самых любимых городів України. Тому прийняв приглашення, не роздумувая. Коли можна поєднати естетику міста з улюбленою справою, з музикою, з фестивалем, то це, насправді, ідеальний коктейль, який можна просто запивати, выпивати, напиватися музикою, напиватися з мою атмосферою міста. Це дуже круто. Среди участників фестиваля цього року – як хорошо знакомі групи «Пернат» і «Змей», так і молоді, але вже известні колективи. Всех об'єдіняє то, що на фестивале вони виступають на українському язіке. Открыть концерт получил можливість оркестр «Ї». Более того, це був їх дебют. Сьогодні вперше спробуємо такий експеримент. Оркестр «Ї», фанковий, оркестр заграє разом з рок-гуртами одеськими, і не тільки з гуртом «Фіолет». Тому подивимося, що з того вийде, і як воно буде слухатися, і як це сприймуть самі одеські слухачі. Концепція фестиваля – развитие качественной української музики і поддержка молодих одеських колективів. Хоча, як утверджають організатори, в будущем є амбициозні плани зробити фестиваль міждународним. Марія Горбунова, Денис Ларко, Седьмой канал. Таким, ви видели этот день корреспондента Седьмого канала. Следити за новостями всегда можна на нашому офіціальному сайті і в соціальних сетях. А якщо ви стали очевидцем інтересного события, званите нам по телефону 726-3226. Оставайтеся з нами, ведь це наш город і ваш Седьмой канал. Непременно. Увидимся. Дякую.